Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. Городом трудовой доблести Ульяновск сделали герои трудового, подчас невидимого фронта. Каждый третий патрон войну производили на заводе Володарского. Каждую четвертую шинель шили на ульяновских фабриках. Когда в 41-м немцы ринулись на Москву, город на Волге стал спасением сразу для 15 предприятий. К станкам встали вчерашние школьники, жены, сестры и братья тех, кто ушел на фронт. Трудились, не жалея сил. Довольствовались краюшкой хлеба. Времени на отдых не было. В 7 утра включалась музыка, заводские марши, гимны и песни про родину. Рабочие ковали путь к общей великой победе. Их самоотверженность, усидчивость и отвага сделали Ульяновск крупнейшим центром по Волжье. Денисов Васильевич, он пришел на завод, ему было 15 лет. Он инструментальщик, то есть делает инструменты для станков. Он выполнял 5 норм, то есть был пятисотником. Когда его спрашивали, как ты можешь так работать? А он говорит, у меня три друга ушли защищать Москву, все погибли. Я работаю за них, за себя и одну норму выполняю за победу. За победу трудились и рабочие автомобильного завода. В октябре 41-го часть коллектива московского завода имени Сталина вместе с оборудованием была эвакуирована в Ульяновск. Не успел снег растаять. В начале 42-го цех боеприпасов выпустил свою первую продукцию – авиационные снаряды. А уже к апрелю были собраны первые трехтонки – ЗИС-5. После заводчане их с любовью стали называть «Захар Иванович». За всю войну с конвейера сошло больше 7 тысяч таких автомобилей. ЗИС-5 – это автомобиль военного времени, упрощенной конструкции. У него деревянная кабина, деревянная подножка была, Г-образные сварные крылья. Были оставлены только задние тормоза и устанавливали только одну фару с левой стороны. За два с лишним месяца удалось наладить производство. К концу 1942 года на заводе трудилось около 4 тысяч молодых рабочих. Самостоятельная история завода началась именно с 1958 года. Тогда-то и появилась первая авторская разработка. Автомобиль ГАЗ-69А «Анушка» стал основой для автомобиля высокой проходимости, известной всем сегодня как «Санитарка». За всю историю УАЗ выпустил больше 5 миллионов автомобилей. Производство менялось на глазах у Анатолия Лазарева. К станку он встал сразу после армии в 1960 году. Работе учился у московских коллег, а после и сам руководил процессом. Многих товарищей уже нет в живых. Однако их дело и производство бессмертно. Сейчас на заводе работают их дети, внуки. Каждое из них – напоминание о великом подвиге тружеников тыла. Вот чем они отличались? Это люди или рабочие были высокой квалификацией, были очень грамотные. И они не только работали за себя, но они готовили рабочую смену, передавали свой богатейший опыт нам, молодым работникам. Поэтому я всегда вспоминаю этих людей, которые были здесь. Изначально почетное звание хотели присвоить лишь 11 городам России. Нашего края среди них не было. Тогда с инициативой выступил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак. На защиту встали и сами жители. Удалось собрать 200 тысяч подписей. Ульяновск стал лидером среди городов-претендентов. В то же время, Владимир Владимирович, в год 75-летия Победы просим вас поддержать наше предложение о присвоении этого почетного звания еще 9 городам. Это Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Ульяновск, Томск, Иркутск, Иваново, Новокузнецк и город Боровичино в Городской области. Это города, где люди наиболее активно голосовали. Ульяновск с годы Великой Отечественной войны стал кузнецей Победы, а героизм наших земляков в это время заложил основу будущего развития города, превратившегося из статысячного городка в промышленный центр Поволжья. Эти герои не должны оставаться без нашей поддержки и заботы. Предложение не осталось без внимания. Спустя 75 лет, со дня Великой Победы, 2 июля 2020 года, Владимир Путин принял решение присвоить статус город трудовой доблести еще 20 городам. Среди них и Ульяновск. Почетное звание получено в том числе и благодаря работе железнодорожного вокзала в годы войны. Здесь жены провожали своих мужей на фронт. Отсюда в самое пекло сражений отправляли боеприпасы и медикаменты. Наверное, место подвигу было, есть и будет. И старшее поколение все сделало для того, чтобы сегодняшняя молодежь жила в мирное, хорошее время. Миром нужно дорожить и ценить, потому что мы не всегда сегодня вспоминаем те тяжелые годы. Вот сегодня легкий, небольшой мороз, а в 30-ти градусные морозы в окопах наши солдаты, когда это воевали, стреляли. Это только нужно представить. Не обогреться, не прогреться. Именно на площади перед железнодорожным вокзалом в этом году установили мемориальный комплекс. Стелла, город трудовой доблести и два панно с лицами тружеников тыла. Отныне каждый, кто приезжает на поезде в Ульяновск, видит героев и их подвиги, увековеченные в камне. Мы гордимся нашим городом, мы гордимся нашими предками и хотим, чтобы эта гордость была сохранена и в памяти наших детей. Убежден, что эта стелла трудовой доблести, которая сегодня открывается, она позволит помнить и о воинских, и о трудовых подвигах наших предков. Город Ульяновск носит высокое имя города трудовой доблести. Мы сегодня с честью продолжаем те традиции, великие трудовые традиции, которые были заложены нашими дедами, нашими отцами. Сегодня промышленность города Ульяновска является фундаментом для всей экономики Российской Федерации, фундаментом для обороноспособности нашей страны. Добрые традиции нашего края – это не только успешная экономика, передовые предприятия и высокая трудоспособность жителей. Это и вечная память о каждом павшем герое. Молодежь стремится быть лучше. Дух патриотизма объединяет регионы. И сегодня, открывая стеллу Ульяновск, город трудовой славы, мы увековечиваем подвиг каждого из них. Отдаем дань уважения всем ульяновцам, которые в годы войны, не щадя сил, вне зависимости от возраста, день и ночь стояли у штанков, работали в полях, обеспечивая фронт всем необходимым. Это почетное звание присвоено Ульяновску по праву и согласно исторической справедливости. В 1941-1945 годах вклад жителей города в достижение Великой Победы был огромен. На предприятиях, заводах, фабриках рабочие и служащие всех возрастов самоотверженно трудились. Сотни тысяч наших земляков самоотверженно отстаивали независимость Родины. Больше 125 тысяч из них погибли. 170 ульяновцев призваны героями Советского Союза. Почти 40 стали полными кавалерами Ордена Славы. Подвиг героев ульяновцев навсегда будет гореть вечным огнем в сердцах тех, кто их помнит. И в сотый раз спасибо за победу!